МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Область события Факты. В эфире, как всегда, подводим итоги уходящей недели. Меня зовут Анастасия Петраш. Здравствуйте и смотрите сегодня. Встреча с президентом Владимир Путин поздравил избранных глав регионов с победой на выборах. На карантине в Благовещенском районе обнаружены зараженные оспой овцы. Вновь полетели. Рейсы с Благовещенского в Хабаров включили в зимнее расписание аэропорта. Шашлыки под запретом в областной столице объявили пожароопасный период. Президент Владимир Путин в Кремле провел встречу с избранными главами регионов. В ней принял участие и губернатор Василий Орлов, уверенно победивший на выборах в Амурской области. Открывая встречу, Владимир Путин поздравил избранных губернаторов с победой на прошедших 9 сентября выборах и попросил глав регионов максимально быстро включиться в работу. Я хочу поздравить всех вас с победой на выборах. Вы уже в первом туре в ходе единого дня голосования 9 сентября получили мандат доверия от избирателей. Думаю, вы прекрасно при этом понимаете, что этот успех лишь начало вашей серьезной и большой работы. И вашей личной работы, и работы ваших команд. Прошу максимально быстро, насколько это возможно, включиться в работу. Глава государства обозначил задачи, которые стоят перед избранными губернаторами. Президент назвал их общенациональными и подчеркнул, решаться они должны, вне зависимости от политической принадлежности, новых глав. Это увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан. А чтобы достичь этих больших целей, нужно сделать так, чтобы у конкретного человека были и интересная работа, и достаток. Чтобы в крупных городах, в малых городах, на селе были комфортные условия для жизни. Хорошие детские сады, школы, поликлиники, больницы, нормальные дороги, уютные улицы и парки, скверы. Все эти вопросы решаются, что называется, в конкретной работе, как у нас говорят часто, на земле. То есть от вас. Особое внимание Владимир Путин уделил налаживанию обратной связи между простыми жителями и властью. Президент подчеркнул, что не нужно закрываться от населения, а важно слышать проблемы каждого и решать их максимально быстро. Ваша задача, как избранных глав субъектов федерации, услышать эти сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, еще глубже разобраться, понять их, понятие ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов. Не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач. Путин также обратил внимание на необходимость выстраивать конструктивное общение и сотрудничество с местным самоуправлением, а также оказывать содействие добровольцам. Создать работающие социальные лифты с использованием механизма конкурса «Лидеры России». Юрий Камышный, Амурское областное телевидение. Андрей Кузьмин, избранный 9 сентября депутатом Государственной думы от Амурской области, получил удостоверение народного избранника. Уже 19 сентября политик отправился на работу в Москву. Андрей Кузьмин рассказал, менять место жительства не планирует в столицу, будет ездить в командировки. В свою очередь в Государственной думе решил отстаивать взгляды, изложенные в его предвыборных обещаниях. В частности, будет продвигать идею не повышать пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока. Депутат считает, что выходить на заслуженный отдых дальневосточники должны по-старому в 55 лет женщины и 60 мужчины. Эта тема ложится прямо в строчку не только тех социально-экономических программ, которые были заявлены до проведения Восточно-экономического форума, но и даже в рамках тех договоренностей и развития событий в рамках этого форума. Оно подтверждает просто и неповышение пенсионного возраста позволит для социально-экономического развития, вообще для экономического развития Дальнего Востока, позволит привлечь рабочую силу извне, с других регионов сюда. Амурскую область посетила делегация старообрядцев. Более 20 человек приехали из Бразилии, Аргентины, Боливии и Уругвая. В рамках путешествия по России они уже посетили Приморские и Хабаровские края, еврейскую автономию и добрались до Преамурья. В планах у делегатов посетить также Бурятию и Карелию. Подробности далее. Они были очень огромных размеров, потому что, как говорят археологи, зачастую в них могли проживать честностью до 30 человек. Визит старообрядцев в Преамурье начался с рассказов об истории, культуре и традициях региона. Около часа в стенах Амурского краеведческого музея они слушали экскурсовода и снимали происходящее на камере мобильных телефонов. Потом ведь в общинах отчитываться нужно. В путешествия по России отправились всего два десятка старообрядцев. Это глава общины с Боливией, Бразилией, Аргентиной и Уругвая. Там, а также в Канаде, Австралии и Новой Зеландии обосновались вынужденные когда-то бежать из России старовера. В настоящее время их насчитывается около 6 тысяч человек. Сегодня многие из них задумываются о том, чтобы вернуться на родину. Почему мы разговариваем русский язык, содержим культуру, обряд, который наши предки почти век назад содерживали. И то есть чего-то тянет. Значит, русский, все-таки мы за рубежом, я, например, никогда здесь не был, но приехал и могу общаться с любым человеком. Это все-таки Русь как-то-то. Мы на русском разговариваем, мы на русском молимся, но все такое. Значит, только тогда чего-то тянет. Значит, здесь наша родина. Год назад община старообрядцев в Южной Америке посетила официальная российская делегация. Тогда же было принято решение об ответном визите соотечественников в Россию. Поездка носит ознакомительный характер. Делегаты должны посмотреть земли на разных территориях страны, а уже потом отчитаться перед своими общинами. Они обсудят, насколько привлекательна жизнь в России, и, возможно, кто-то решит вернуться. В Агентстве по развитию человеческого капитала в ДФО отмечают Дальний Восток, если соотечественники захотят сюда переехать, получат сразу несколько плюсов. Главный плюс для государства, если смотреть со стороны России, это то, что люди, которые обрабатывают тысячи гектар, это не сотни, а именно тысячи гектар. И мы, когда были в Южной Америке, действительно видели эти огромные земли, которые у них находятся в собственности, эти новые комбайны, тракторы, самолеты для орошения полей. То есть у них все это есть. В общем-то, хотелось бы такую картину увидеть здесь, на Дальнем Востоке. Это первое. Второе – это демографический потенциал, это сохраненные культурные традиции, ценности нашего общества, которые мы зачастую уже потеряли. Вот, наверное, такие три основных момента. Староверы уже побывали в Приморском и Хабаровском краях, а также в еврейской автономии. После Приморья они планируют посетить Карелию и Бурятию. Кстати, старообрядцев Приморья уже есть. Несколько лет назад к нам перебрались староверы из Уругвая. Сейчас они ведут хозяйство в Свободенском районе. Анастасия Петраш, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Шашлыки под запретом благовещенцев предупредили, что пользоваться мангалами на природе теперь нельзя. Запрет временный действует с 15 сентября по 31 октября на время осеннего пожароопасного периода. В эти полтора месяца запрещается выжигать мусор и траву на дачных и садовых участках. Также нельзя разводить костры при посещении лесов и разжигать угли в мангалах. Мировременное призвано уберечь лесные насаждения от возможных пожаров. Пока действует запрет, ежедневно окрестности Благовещенска будут патрулировать сотрудники специальных служб. Нарушителям выписывать штрафы. И к другим темам. В одном из хозяйств Благовещенского района введен карантин. В местном стадии овец выявлена ОСПА. Постановление о временном закрытии КФХ подписал в Рио губернатора Василий Орлов. По данным управления ветеринарии племенного животноводства, клинические признаки ОСПА обнаружены у 48 овец. Остальные животные здоровы. В настоящее время специалисты от центра проводят вакцинацию мелкого рогатого скота в радиусе 10 километров от очага заболевания. И устанавливается, каким образом животные могли заразиться. Известно, что аналогичная вспышка была зафиксирована в Китае. В управлении ветеринарии напоминаю, что для человека данное заболевание опасности не представляет. Так же, как и для самих овец. Уничтожать их не будут, а после соответствующего лечения выпустят обратно в стадо. Новый референтный центр Россельхознадзора открылся в областном центре. На сегодняшний день это единственная в Преамуре лаборатория, где будут исследовать продукты животного и растительного происхождения в соответствии с требованиями международного таможенного регламента. Мы даем начало работ испытателям лаборатории Амурского филиала ПТРУ. Баракайский референтный центр Россельхознадзора. Новый центр оснащен самым современным оборудованием, которое будет использоваться в пяти лабораториях. На этой базе станут проводить полный комплекс исследований на качество и безопасность сельхозпродукции, продуктов питания, продовольственного сырья, почвы, воды, кормов и кормовых добавок. А также семян, зерна и продуктов его переработки. На сегодняшний день в области это единственная экспертная организация, которая может проводить подобные анализы полномасштабно и оперативно в соответствии со всеми международными стандартами, что необходимо для импорта и экспорта товаров. Здесь же будет проводиться и сертификация продукции. Мы приобрели, уже провели закупку и буквально у нас не сегодня, а завтра поступит это жидкостный хроматомасспектрометр, газовый хроматомасспектрометр и жидкостный хроматограф последнего поколения, производитель фирмы Шимацу, японская. Это супер уникальное оборудование, на котором можно проводить спектр исследований на этом оборудовании, но его сложно представить. Покупаете ГСО-тос, системы и все, и можете смотреть все, начиная от наркотиков, заканчивая пестицидами, антимикробными препаратами. И это оборудование, оно проводит уже арбитражные методы. Поэтому суд, международный, не международный, все это проходит спокойно. В Преамурье составили рейтинг управляющих компаний. Министерство ЖКХ области оценило работу 165 организаций региона. Мониторинг вели, исходя из оснащенности многоэтажных домов области общедомовыми счетчиками, определяющими потребление электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды. В лидеры вышел Циолковский. Как оказалось, в Зато счетчики стоят во всех домах. В свою очередь, из всех управляющих компаний региона установить многоэтаж как приборы учета на 100% смогли только 15 организаций. 5 в Благовещенске, 6 в Тынде, 3 в Циолковском, 1 в Благовещенском районе. В списке отстающих город Свободный, Сковородинский и Ромнинский районы. 8 работодателей, 67 вакансий и почти сотня соискателей. В Амурском центре занятости состоялась ярмарка вакансий для людей предпенсионного возраста и пенсионеров. Она стала уже третьей в этом году. Вообще же, подобные мероприятия проводят несколько лет. Какие вакансии сейчас предлагают старшему поколению и есть ли спрос на рабочие места, расскажем далее. Галине Овсянниковой, 66 лет, на ярмарку вакансий, говорит, пришла потому, что готова еще поработать. Да и пенсии не хватает. Из предложенного для себя выделила место повара, но готова пойти и уборщицей. Я бы, конечно, считаю, что я смогу работать, но не знаю, в какой сфере меня могут принять. Специальностей у меня очень много. Я была дамским мастером, потом по службе мужа я меняла место жительства и меняла место работы. Как рассказали организаторы ярмарки, мероприятия устраивают уже несколько лет. Проводят по четыре ярмарки в год, раз в квартал. Летом спрос на вакансии и собственное предложение ниже, чем зимой. Летний период для организации – время своеобразного затишья. На сегодняшний день на ярмарке восемь предприятий присутствует. Они выставили 67 вакансий. И вот по соискателям я посчитал, сейчас где-то под 100 человек уже зашло в зал. И люди, вы видите, еще подходят. Поэтому они желательны, то есть пенсионеры ждут их с нетерпением эти ярмарки. Ну, трудоустраиваются, конечно, не все, но кто-то находит работу. Среди вакансий, которые предлагают предприятия города – повар, уборщик, сторож. Есть также место бухгалтера по зарплате из завхоза в одном из детских садов Благовещенска. В последнем, кстати, рассказали людей предпенсионного возраста. И пенсионеров готовы взять сразу по нескольким причинам. На эти должности, конечно, нужны люди с опытом, люди желающие работать. А люди предпенсионного возраста – это еще люди часто полны энергии, опыта, знаний, умения организовать свой труд, дисциплинированные, требовательные к себе, ответственные. И поэтому учреждение, конечно, с удовольствием предоставит возможность таким людям поработать на благо учреждения. Помимо поиска работы, амурчане могли также записаться на обучение компьютерной грамотности и получить консультацию от специалистов пенсионного фонда и фонда социального страхования. Люди старшего поколения интересовались, как получить пенсию по потере кормильца, восстановить учетную запись на портале госуслуг. А также работающие пенсионеры спрашивали в случае их увольнения, в каком месяце начнется индексация их пенсии. Анастасия Петраш, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. На Восточном стартовал осенний этап студенческой стройки. На работу съехали 120 будущих специалистов со всей страны. Есть и амурские студенты. Они считаются рекордсменами трудовых планов. Также в лидерском рейтинге студотрядовцы из Воронежской, Новосибирской, Челябинской областей, Приморского края, Республики Татарстан. Осенний период стройки продлится до ноября. Ребятам предстоит трудиться на благоустройстве объектов и инфраструктуры космодрома, а также заниматься подготовкой технической документации. Благовещенских пешеходов попросили быть внимательнее. В областной столице прошла акция «Безопасные дороги». Активисты «Молодой гвардии» совместно с ГИБДД оставили на пешеходных переходах надписи, которые напомнят людям о безопасности дорожного движения. Пока яркие призывы появились только на четырех перекрестках города, но в будущем, говорят общественники, их станет больше. Юрий Камышный продолжит тему. Здесь поднять, подаваешь, подальше, не так резко. Чтобы получился отчетливый оттиск, краску надо распылять не с близкого расстояния. Ну а чуть подальше, слой за слоем и еще одно яркое предупреждение для пешеходов готово. Лозунги для каждого такого обращения общественники выбирали тщательно. На слоганах обращения к родителям взять ребенка за руку при переходе через зебру и призывы снять наушники или оторваться от разговора по сотовому. Уже доказано, большинство ДТП с участием пешеходов происходят как раз из-за современных гаджетов. В основном из-за телефонов отвлекаются пешеходы из-за наушников. Дети, когда переходят с родителями через дорогу, бегают по пешеходу и родителям необходимо следить за такими детьми. Казалось бы, простые правила их должен знать каждый. Но сухая статистика, что приводят сотрудники ГИБДД, доказывает обратное. Даже на оборудованных светофорами и зеброучастках дороги нередко происходят ДТП, в которых получают травмы пешеходы. Под колеса попадают и взрослые, и дети. С начала года уже на дорогах областной столицы пострадали 23 ребенка. С начала года у нас около 90 дорожно-транспортных происшествий произошло, в которых пострадали пешеходы. Это примерно 50 на 50 по вине водителей и по вине самих пешеходов. Безопасные дороги – это большой общероссийский проект, к которому присоединились и благовещенские активисты. В планах общественников нанести такие разметки на те участки, где происходит больше всего ДТП. В первую очередь малогвардейцы обратят внимание на пешеходные переходы возле учебных заведений. Елена Шеломенцева, Юрий Камышный, Андрей Цветков. Амурское областное телевидение. Из Благовещенска в Хабаровске обратно снова будет летать самолет. Полеты по этому маршруту появятся в зимнем расписании аэропорта областной столицы. Первый рейс назначен на 29 октября. Возить пассажиров будет компания «Ир Аэра». Ее самолеты рассчитаны на 50 посадочных мест. Рейсы запланировано выполнять два раза в неделю – в понедельник и пятницу. Продажа билетов уже открыта. Их стоимость – от 8300 рублей. Это почти в два раза дороже, чем поезд. До мной существенно быстрее. Летать самолеты по этому направлению будут до 24 марта следующего года. В 4-й детской поликлинике Благовещенска проведут капитальный ремонт. Деньги на него выделены из областной казны в рамках федеральной программы «Бережливая поликлиника». Сумма – чуть более 17 миллионов рублей. С 24 сентября в связи с проведением работ учреждение закроется. Завершить ремонт планируют к декабрю. За это время в медучреждении сделают ремонт, купят новую мебель, оборудование и инструменты. Таким образом, создадут более комфортные условия для пребывания маленьких пациентов, а также для оказания им своевременной медицинской помощи. На время ремонта малышей, которые обслуживались в 4-й поликлинике, будут принимать в других лечебных учреждениях. Записаться на прием можно через электронную регистратуру по телефону 770703, а также через портал Госуслуг. В дальнейшем в рамках программы «Бережливая поликлиника» планируется провести аналогичные капитальные ремонты и в других детских медучреждениях. Пройти обследование на онкологические заболевания, не посещая медучреждений. Такое возможно. В России началась Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шии. В акции традиционно приняла участие Амурская область. Правда, в этом году врачи поменяли формат общения с пациентами. Например, в Благовещенске пройти обследование предлагали не только в больнице, а в одном из торговых центров города. Причем получить консультацию специалистов можно совершенно бесплатно. Подробности далее. До начала работы мобильного медпункта практически полчаса к специалистам уже начинает выстраиваться очередь. И это хорошо убеждены врачи. Ведь главная цель акции – обследовать людей и провести раннюю диагностику таких страшных и, увы, нередких заболеваний, как рак головы и шеи. На сегодняшний день это просто визуальное обследование. Это визуальное обследование, не нужно никакого томографа. Это визуальная форма, это осмотр ротовой полости, это осмотр шейных, наключичных, подчелюстных лимфоузлов, это осмотр щитовидной железы, которую будет осматривать эндокринолог. И поверьте мне, это очень важно. То есть, если будет заподозрена какая-то патология, пациент будет направлен в соответствующую медицинскую организацию по месту жительства. Медики говорят, зачастую пациенты обращаются за помощью к ним уже на запущенной стадии заболевания. Подобные же акции позволяют провести своеобразную профилактику. Причем осмотр ведет мультидисциплинарная команда врачей в ее составе – онколог, эндокринолог, дерматолог, стоматолог и отоларинголог. Обследование совершенно бесплатное. Да и пройти его можно в удобное время – с 5 до 7 часов вечера. Вот работники Амурского областного телеканала тоже приняли участие в акции и прошли осмотр. Я стараюсь следить за своим здоровьем и узнал про эту акцию. Решил прийти и провериться. Ну, в общем, все нормально. Есть небольшое отклонение, но в пределах нормы. Как говорят специалисты, ежегодно в рамках одной такой акции они успевают обследовать до 600 человек. Пройти осмотр можно будет не только в Благовещенске. Мультидисциплинарные бригады врачей с 17 по 21 сентября проведут приемы и в других районах Преамурья. Анастасия Петраш, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Смотрите далее в нашей программе. Звезды на красной дорожке, сцене и на льду. В области начался фестиваль кино и театра «Амурская осень». В памяти мастера музей-мастерская народного художника России Александра Тихомирова открылся в столице Преамурья. Поезд «Дружба» в Благовещенск впервые посетила молодежная делегация из Японии. В два раза в Преамурье увеличилась популяция аэстов. Спасибо, что остались с нами и мы продолжаем. Марат Башаров, Ирина Слуцкая, Александр Михайлов, Лиза Арзамасова и еще более сотни столичных артистов прошли по звездной дорожке фестиваля кино и театра «Амурская осень». Чуть позже в общественно-культурном центре состоялась церемония открытия уже 16-го фестиваля, который в этом году посвятили 160-летию Амурской области. Долгожданный осенний праздник наш канал транслировал в прямом эфире. Самые яркие моменты церемонии в нашем материале. Дважды призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта, звезда фигурного катания Ирина Слуцкая, еще один Нестеров, Дмитрий Нестеров. Сегодня вы его услышите и увидите. Дима тоже давно у нас не был на фестивале. Настроение. Настроение потрясающее. Я впервые в Благовещенске, поэтому для меня такой эмоциональный всплеск. Мне кажется, прохладно вам. Нет, судя по платью. Луч света в темном царстве, как я говорю, наше рыжеволосое такое солнышко, возвращение Мухтара принесло ей популярность. Оксана, не тормозим дорожку, дорогая моя, но любительница уйти направо и налево, собрать всех поклонников. Тоже такой светлый, позитивный человек, все время улыбается и сразу стоит прекрасное настроение. Я накройно вам. Впервые на Амурской осени. Ведущие сегодняшней церемонии открытия я наконец отдохну за последние годы. Максим Колосов и Лиза Арзамасова. Ну, вы знаете, что мы с Максом и Лизой уже не первый год работаем на Амурской осени. Сняли лиризмы в свое время. Наш большой друг. И я очень рад, что Саша меня позвал на свой фестиваль в Испанию, который мы уже как-то третий год на нем существуем. Обожаю Катюшу. Мы только что были на киношоке. Спектакль на одном дыхании. Юлия, как не мерзнуть. Единственный вопрос, который у меня сейчас... Посмотрите на прекрасных зрителей. Они греют. Их любовь. Она согревает как ничто на этом сфере. Хорошо. Что будете делать на Амурской осени? Встреча со зрителями уже будет в плане. Мы уже повстречались. Пять городов объездили. Мы читали стихи, пели песни, рассказывали о кино. Мы поздравляем Елену Игоревну с ее юбилеем. Присоединяемся ко всем поклонникам. Сегодня, я думаю, что такой настрой, что он будет передаваться изо дня в день, пока будет фестиваль в этом году. И мне очень... Я счастлив, что открою этот ледовый дворец. Ибо очень-очень давно хотелось приезжать в Благовещение не только с кино и спектаклями, а приезжать еще с ледовыми шоу и так далее. Думаю, наверное, также амурчане кричали ужас. Охватывал их, когда я впервые оказался здесь в 2002 году. Я помню площадь и такой же примерно крик восторга, но не от меня, конечно, от актеров, которые приехали в 2002-м со мной вместе на эхо киношока. И даже милиционеры, которые должны были охранять артистов от зрителей, пока мы шли до филармонии. И то бросились сами снимать во все фотоаппараты. Но такого зрелища я больше не видел никогда. Наверное, после этого и пришло решение остаться здесь, в Благовещенске, на Амурской земле. И пришла мысль продолжать уже свой самостоятельный проект, который мы назвали «Амурская осень». Я помню, даже был момент, когда я спустился к набережной, и мне говорят, а вот здесь ведь Антон Павлович Чехов загорал. И я так прикипел, и жалко, это место они как-то так не обустроили. А надо обязательно делать это. Заминательные совершенно события. Мы так близки, что слов не нужно, чтоб повторять друг другу вновь. Для меня российское кино было со мной целую жизнь. Целую жизнь. Мне приятно очень оказаться здесь, в Благовещенске, и тем более на фестивале, тем более оказаться в таком почетном статусе, как председатель жюри. Мне просто и безумно интересно. Я люблю смотреть спектакли, фильмы, и вообще слежу за творчеством своих коллег. Это всегда интересно. Счастливый Дмитрий Нестеров, не просто какой-то там, а человек, который наконец-то познакомился с 50 или 100 бабушек, прабабушек, и даже двумя дедушками. Мне пели песню 18, мне снова 18. Я хочу петь, танцевать и влюбляться. Я, конечно, не Максим Аверин, но в твоем сердце хочу занять свое место. Ведь ты же уже была однажды невестой. Как вам бабушки? Бабушки прекрасные. Итак, 16-я Амурская осень открыта. Благовещенск стал съемочной площадкой фильма под рабочим названием «Курьеза» в главных ролях звезды Амурской осени. Максим Аверин, Лиза Арзамасова, Максим Колосов, Оксана Сташенко и другие. Полный метр состоит из четырех разных сюжетов. Все они о любви. По замыслу режиссера, герои оказываются в щекотливых ситуациях. Например, встреча фигурантов любовного треугольника. На съемках этой сцены побывал и наш корреспондент. Подробности расскажет Вероника Федореева. Камера, мотор. Идет. 3-1-3. Теша. Приготовились. Начали. Приехал на автомойку с любовницей, тут звонит, а позже и появляется жена. Это замысел одной из новелл-полнометражки. Роль жены играет Лиза Арзамасова. В кадре она будет позже. А пока на съемочной площадке работают главный герой фрагмента Максим Колосов и работница автосалона Оксана Сташенко. Нет, нет, нет. Вот, а что ты смотрел? Я же смотрел. Я смотрел, я смотрел. Сорянь. Все, я открыл. Попробуем. Столкновение актеров в кадре произошло случайно. На этого момента в сценарии прописано не было. А вместо «Прошу прощения» актер произнес жаргонное выражение «сорян», что более точно отразило характер и манеру поведения главного героя-любовника. Внести изменения в продуманный до мелочей фрагмент решили и утвердили прямо в процессе работы. Кстати, так и будет построена вся картина. Полет фантазии актеров не возбраняется. Дело в том, что с текстом у нас особая история, так как это наше такое практически коллективное творчество. Сценарист у нас есть, прекрасный Виктор Пипак. Первую историю я сама написала сценарий, первой части нашего фильма. Поэтому мы иногда дорабатываем его на площадке. Ну, как дорабатываем? В принципе, он готов и все хорошо. Мы просто подстраиваем текст под себя, как нам будет удобнее. Потому что мы сами себе диктуем правила. Знаете, иногда, не снимаясь в каком-то материале для какого-то конкретного канала, есть определенные правила, которые нужно соблюдать. Текст нужно утверждать заранее, если ты хочешь что-то в нем поменять. Ну, обычно. А здесь у нас такой достаточно свободный режим. Свободный режим и реальные условия не всей съемочной группе приходятся по душе. Например, на Благовещенских площадках говорит звукорежиссер. Технический состав сталкивается с некоторыми трудностями. На улице мы будем снимать несколько сцен. Там шумит встретенная техника. И это, к сожалению, меня режет без ножа. Потому что хотелось бы записать хорошую фонограмму. Но, видимо, к сожалению, этого не получится. На съемочной площадке должна быть идеальная тишина. Иначе любой шорох может повлиять на качество звука в фильме. Кстати, на съемки этого минутного фрагмента ушло 20 дублей. Или 2,5 часа работы. Еще 2,5 часа артисты тратят на подготовку к съемкам. Обговаривают сценарий, манеру подачи той или иной сцены. Что интересно, наносят грим сами. Говорят, уже привыкли и так быстрее. Ведь работать им приходится с 5 утра и до позднего вечера. Между тем, впереди заключительные съемки. Они пройдут в китайском городе Далянь. Максим играет преподавателя, который приезжает в Китай и преподает литературу. А Лиза – это невеста, с которой у них не воды. И она приезжает, вот эти дела все решить. Так, курьезы будут состоять из четырех историй. Первая новелла была отснята в прошлом году. На этот год намечены остальные три. Презентовать полный метр планируют в следующем году в рамках Амурской осени. Кстати, продюсером киноленты выступил президент фестиваля кино и театра Сергей Новожилов. Вероника Федореева, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Фрагменты отремонтированного сосуда. Фигуры, скульптуры медведя и свиньи нашли археологи в Преамурье. Они сделали ряд открытий на раскопках средневекового поселения. Площадка находится вблизи города Свободной. В полуземлянках археологи обнаружили выходы из жилищ в форме туннелей, тогда как раньше считалось, что нашим потомки выходили на улицу через дымовое отверстие в крыше. Еще специалисты нашли мелкие скульптуры из глины, обожженные в костре, а также сосуды, что отремонтированы металлическими скобами. Наконечники стрел из костей животных, подвеску из когтя птицы, бронзовую нашивку на одежду. Все эти находки сделаны в одном месте – на древнем памятнике II-VI веков н.э., который археологи обнаружили всего пару лет назад. Он относится к Михайловской культуре. Она была распространена в западном Преамурье. Памяти великого мастера посвящается. В Благовещенске в рамках фестиваля «Амурская осень» открылся музей-мастерская народного художника России Александра Тихомирова. С именем этого человека неразрывно связанное его творчество. Он стал основоположником нового направления в живописи – оконописи. Работы Александра Евгеньевича есть не только в частных коллекциях по всему миру, но и украшают музеи Европы и России. А одно произведение даже хранится у президента Владимира Путина. О человеке, который своим делом прославил Преамурье материал нашего корреспондента. Если хочешь, если можешь, вспомни обо мне. Вспомни обо мне, вспомни обо мне. Хоть случайно, хоть однажды вспомни обо мне. Долгая любовь моя. На открытие пришли все, кому имя Александр Тихомиров говорит о многом. Друзья, родные, коллеги и, конечно, поклонники творчества мастера. Выдающегося человека, подарившего миру оконопись. Он был народным и по статусу, и по своему образу жизни. Как вспоминали те, кто лично знал художника, двери этой мастерской никогда не закрывались. Александр Евгеньевич всегда любил гостей. И обязательно подчевал их своим фирменным чаем, за которым долго рассуждал об искусстве и жизни. Я сегодня вспомнила те времена своего студенчества, когда все студенты Благовещенского государственного медицинского института за честь считали вместе со своими наставниками прийти вот в эту маленькую квартиру, как мы говорили, и где Александр нам рассказывал о том, что каждый врач обязательно должен быть художником. Он должен быть творцом, он должен быть созидателем. И мы тогда, может быть, не совсем понимали, это новое направление оконопись, но тем не менее мы видели, что великий мастер создает свое великое в этой жизни. Он не только много работал, но и занимался общественной деятельностью. Ровно 16 лет назад Александр Тихомиров начал свое сотрудничество с «Амурской осенью». Его оконопись вручали лучшим артистам. Как признался президент фестиваля кино и театра Сергей Новожилов, именно Благовещенский художник познакомил служителей сцены с Китаем, где также проходит часть этого культурного мероприятия. Не хочется сейчас говорить какие-то оды, поскольку для нас он все равно жив, как, наверное, жив каждый близкий человек для его семьи. И он с нами все время, наверное, это нас тоже как-то поддерживает. Музей Александра Тихомирова открыли в его мастерской, где он творил с 1987 года. Здесь все, как было при его жизни. Любимая художником антикварная мебель, заготовки для новых работ, картины, фотографии, сетки для рыбалки, любимое хобби Александра Евгеньевича. Кажется, он просто вышел, но скоро вернется. Но вот на этом календаре навсегда запечатлена дата последнего ухода из мастерской. Именно 14 мая 2017 Тихомирова срочно госпитализировали. А уже через три дня маэстро не станет. В этом музее мы постарались оставить все, как было при его жизни. Он долгие годы работал в этой мастерской, а именно в этом здании с 1987 года до 2017. То есть там оставлено все максимально, как было при его жизни. Представлены и работы, и его хобби, награды. График работы музея-мастерской еще не составлен. Планируется, что он станет не только местом, куда будут приходить поклонники его искусства, но и площадкой для различных творческих встреч. Интересно, что еще один музей имени Тихомирова откроется в китайском Харбине. А в дирекции Амурской осени пообещали увековечить память художника в одной из номинаций фестиваля. Юрий Камышный, Роман Юдаков. Амурское областное телевидение. Новый световой фонтан заработал в Тынде. Теперь он украшает парк культуры и отдыха столицы Бама. Проект реализован в рамках федеральной программы по формированию городской среды. Отделка сооружения диаметром в 3,5 метра. Выполнена под гранит. Подсвечивается фонтан 12 светильниками. Всего из конструкции бьет 25 струй воды. Центральная поднимается над поверхностью шпиля почти на полметра. По программе формирования городской среды в парке также установили скамейки с навесом, лавочки, урны и мостик для влюбленных. В планах облагородить территорию перед сценой, добавить освещение и сделать систему видеонаблюдения. В Благовещенске побывал транссибирский поезд дружбы с японскими студентами. Необычный проект запустили в рамках года «Япония в России» и «Россия в Японии». Юные делегаты показали концерт в Дальгао, а после пообщались со студентами. Главная цель японских артистов – познакомить зрителей со своей культурой и традициями, а также получить обратную связь от российской молодежи. Молодежная делегация приехала в Благовещенске впервые. Многие студенты до этого никогда не были в России. Программа, которую подготовила делегация, включает в себя пять номеров. Среди них танец с зонтами, традиционный танец префектуры Ямагата, Канага-Саонда, выступления косплееров и другие. Идет перекрестный год Японии и России. В Японии мы объявили студентам, молодежи, что нужны те, кто хочет поехать в Россию. Желающих набирали из числа тех, кто интересуется и любит Россию. Все студенческие коллективы из разных городов Японии. Поезд дружбы стартовал в Хабаровске. Также студенты уже посетили Биробиджан. После Благовещенска молодые люди побывают в Чите, Улан-Удэ и Иркутске. Численность аэстов при Амурье выросла в два раза. Больше всего увеличение популяции отмечается в заказниках. Так, в 2004 году на территории трех охраняемых территорий жили всего шесть пар аэстов. На сегодняшний день их 42. Работу по восстановлению популяции краснокнижного вида обсудили специалисты из России, Китая, Японии и Южной Кореи. Эксперты отмечают, что главной проблемой при восстановлении популяции аэста в регионе стала жилищная. Из-за пожаров и распашки земель на юге Преамурья, где богатая кормовая база и удачный ландшафт для аэстов, практически не осталось больших деревьев, которые были пригодны для гнезд этих краснокнижных пернатых. Между тем, места для гнезд регулярно готовят в амурских заказниках. Мера оказалась действенной. Аэсты стали расселяться по территории региона и активно размножаться. На сегодняшний день специалисты столкнулись с еще одной проблемой. Гнезда аэстов разоряют медведя. Причем не только белогрудые, но и бурые, которые раньше не отличались склонностью лазать по деревьям. Для этого они слишком упитанные. Теперь же хищники стали умнее. Наверх залезают маленькие медвежата, а взрослые в это время руководят ими с земли. В заповедниках планируют установить металлические бандажи на деревья, где есть гнезда аэстов, чтобы хищники не смогли забираться по кронам. Тем временем в Магдагачинском районе были задержаны браконьеры с двумя изюбрями. Двое жителей района оплатили право на отстрел одного лося, но убили почему-то двух изюбрей. Ведется разбирательство, сообщает Пресс-служба управления по охране животного мира. На этом у меня все. Пересмотреть программу можно на нашем сайте amurobl.tv. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова